А что Ванга говорила про будущее нашей страны? По свидетельству очевидцев, в начале 1993 года пророчица заявила, Россия вновь станет сверхдержавой не позднее первой четверти 21 века. Она не просто вернет себе былую мощь, к ней захотят присоединиться и соседние страны. Не правда ли? Звучит невероятно. В 21 веке на месте России возродится страна, превосходящая по размерам СССР. Эти предсказания подтверждены источниками, свидетелями, записями. Все кажется немного странным, но кто знает, как изменится мир за последние 10 лет? Я бы хотел обратиться к людям, которые имеют некие инсайдерские способности, или у которых есть соответствующие группы, чтобы они посмотрели в будущее, есть ли там место капиталистическим системам, есть ли там место, так сказать, тем видам денег, которые сейчас существуют, так называемых денег. Многие знают, что не все пророчества Ванги сбылись. Известного тележурналиста Александра Бовина в 1973 году ясновидящая уверяла, что Советский Союз в течение месяца введет войска в Чили. Этого не произошло. Ясновидящая ошиблась или ее предсказания просто неправильно понимали? Ведь она говорила не просто на болгарском языке, а на юго-западном диалекте, употребляя множество македонских, сербских и болгарских слов. Даже сами болгары, которые хорошо знают болгарский язык, адекватно переводили ее слова. Это первое. Второе. Ванга никогда не говорила прямо. В таком-то году произойдет то-то, она говорила символами и говорила образами. А символ-образ еще надо осмыслить. Иногда наоборот. Эти образы были понятны сразу, а предсказания сбывались с буквальной точностью. Страх. Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из-за куста, и кровь невинная прольется рекой. Разгадка стала ясна лишь в наши дни. В сентябре 2001 года самолеты террористов, то есть железные птицы, врезались в невоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти здания американцы называли близнецами, то есть братьями. Но при чем здесь волки и кусты? Некоторые исследователи считают, все дело в тонкостях перевода. Ведь если перевести на английский язык слово «куст», оно будет звучать как «буш». 11 сентября 2001-го действительно относится ко времени правления президента Джорджа Буша-младшего. Получается, что и тут все сходится. А что Ванга говорила про будущее нашей страны? По свидетельству очевидцев, в начале 1993 года пророчица заявила, Россия вновь станет сверхдержавой не позднее первой четверти 21 века. Она не просто вернет себе былую мощь, к ней захотят присоединиться и соседние страны. Не правда ли? Звучит невероятно. Все кажется немного странным, но кто знает, как изменится мир за последние 10 лет. Болгарская провидица в мае 1979 года предупредила человечество о нависшей опасности. Настанут тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры. Когда это наступит, не скоро. Еще Сирия не пала. Неужели именно эта ближневосточная страна ключ к пониманию современных событий? Если так, то мы на пороге больших перемен. Она сердцем, нутром, своим мозгом почувствовала, что это будет на востоке. И правильно. Провидица предсказывала, что в 2011 году начнется Третья мировая война. Казалось бы, Ванга ошиблась. Или все-таки нет? Об этом как бы в ответу не говорят, но реально специалисты считают, что Третья мировая война уже началась с января 1991 года. Вторжение коалиции 33 государств в Ирак. В этом совпадает. Уже в 60-е годы сила Ванги была в разы больше, чем у большинства ее современников-колдунов. Она очень редко ошибалась в пророчествах. Обычно у ясновидящих достоверными можно считать не более 60% информации. Остальные 40 ошибки неизбежны при взгляде сквозь завесу времени и пространства. Но у Ванги было не так. Достоверность предсказаний Ванги по различным ученым трактует от 66% до 88%. Но на самом деле я глубоко уверен, что процент предсказаний Ванги был 100%. Исследователи мистического наследия Ванги делят ее предсказания над части. Первая часть – слово о медицине. Среди прочего, Ванга предсказала, что человечество победит рак в начале 21 века. А к 2035 году люди овладеют генной модификацией себе подобных. Вторая часть пророческого наследия провелицы – слово о России. В 21 веке на месте России возродится страна, превосходящая по размерам СССР. Эти предсказания подтверждены источниками, свидетелями, записями. Родные вспоминали. Во время очередного транса Ванга произнесла. Сейчас в ней душа Жанна де Арк. Очнувшись, провидица заявила. Ей срочно нужно посетить собор Парижской Богоматери. Но сделать это ей так и не удалось. Продолжение следует...